МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал Санкт-Петербург продолжает свою работу в эфире, потому что это ваше право видеть и знать, чем же это великий город. Вот наш долг. Дать вам его. Я, Юрий Зичев. Здравствуйте. Итак, в эфире программа Пульс города. Мы говорим обо всем, что на этой неделе определяло такое понятие, как Россия, 21 век, Санкт-Петербург сегодня, что это за город и как в нем жить, события, их последствия, явления, их причины, люди, их слова и поступки. И эта неделя войдет в летопись Петербурга следующими яркими заголовками. Итак, сегодня в программе. МОТОР! Год, который изменил Петербург. 5 марта исполняется ровно год с того момента, как в Петербурге был зарегистрирован первый пациент с COVID-19. Медицинская карта первого пациента с COVID-19 в Петербурге. Понятно, личные данные мы не можем оглашать. А чему мы научились за этот год? И какие ошибки больше не повторим? Петербург готовится к генеральной уборке. Фух! Один квадратный метр есть. А их здесь еще не одна сотня. Первая неделя весны. Хороший повод, чтобы посмотреть, как город начинают мыть, убирать и приводить в порядок после долгой зимы. Старый турбал взял, классный турбал, вот, контору взял, поставил. Дворы нашего детства. Я поехал. Да! Кто нарисовал чертеж знаменитой ракеты, которую мы помним под детским площадком советской эпохи? И что теперь осталось от типовых архитектурных форм ленинградских дворов? Это, кстати, единственное сохранившееся в Петербурге. Город уходит в море. Северо-западная оконечность Васильевского острова в скором времени поменяет свои очертания. На этой неделе начались общественные слушания по проекту «Намывая территория Васильевского острова». Как принять в них участие? И как не допустить прошлых ошибок, с которыми столкнулись нынешние жители отвоеванного моря суши? Его называют Моцартом музыкального искусства советского кино. Вы начинаете работу над новым фильмом, над новой песней. И вот как этот процесс происходит? Александр Зацепин празднует свой юбилей. А какие песни он сочинял в Ленинграде? И как родилась мелодия песни про зайцев из бриллиантовой руки? Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Это вот я сразу сочиню. Это вы колдады. А припела не было. Итак, это наш первый весенний выпуск в этом году. Весна идет, весне дорогу. И мы сегодня много будем говорить о том, как преображается город, как меняется впечатление от города, от воздуха, от солнца. И вроде еще минус, и за окном снег, и лед, и внешне ничего не изменилось. Но ощущения уже другие. Уже как-то по-другому согревает солнце. Уже воздух наполняется какими-то другими запахами. Уже не такое низкое небо над головой. И уже не так крепко дремлет притихший северный город. Это ощущение еще не самой весны. Это только ее предчувствие. Его нельзя описать. Но оно есть, и ты уже знаешь об этом. Зима уходит. И мы ее провожаем с благодарностью за то, что она была настоящей зимой, а не какой-то карикатурой на северное лето. И она еще здесь. Она за окном. Еще ледоколы рубят лед фарватере Невы, чтобы, когда начнется ледоход, не было ледяных зажоров и наводнений, вызванных торосами. И главное, чтобы не страдали опоры мостов, когда лед по течению пойдет в Финский залив. И это еще приметы зимнего Петербурга. Так давайте его и запомним таким, пока он не стал частью летописи «Наш зимний Петербург 21 года, 21 века». Отдаем швартовый. «Наш зимний Петербург» Кстати, еще раз подчеркну. Только вот таким образом, когда ледокол очищает фарватер русла Невы для схода льда, льда можно бороться с весенними наводнениями в городе. Петровской эпохи ледоколов не было, и поэтому каждую весну вода из-за ледяных торосов поднималась выше Ординара. Это в лучшем случае. А в худшем лед просто сносил деревянные опоры мостов. Ведь Нева относится к категории самых полноводных рек России после Волги, Камы и Северной Двины. И еще одна примет весны. У Синопской набережной вдруг появились лебеди. Целая стая. И, внимание, за всю историю наблюдения за петербургской фауной это второй такой случай после 1995 года, когда весной в город залетает и располагается на жительство в Неве стая лебедей. И еще будут обильные мартовские снегопады, но уже потихоньку город начинает готовиться к переходу, говоря языком специалистов, на весенне-летний период коммунального обслуживания. Глобально мыть улицы начнут в апреле. Также в этом году будет высажено рекордное количество деревьев. 11 тысяч и 66 тысяч кустарников. От цветов будет посажено, внимание, 4,4 миллиона. Ну, почти джунгли городские. Итак, Петербург готовится к генеральной уборке. Первая неделя весны. Хорошие полы, чтобы посмотреть, как город начинают мыть, убирать и приводить в порядок. После долгой зимы. Репортаж Антона Цумуна. На календаре уже весна, значит, время для традиционной весенней генеральной уборки. Помыть полы, вытереть окна, протереть пыль, заняться комнатными растениями. Многие из нас наводят таким образом порядок в своих домах. Но ведь Петербург, по сути, тоже наш большой общий дом, в котором тоже начинается своя генеральная уборка. Вот давайте сейчас и проследим за ее ходом. Начнем с самого верха, с крыш, откуда после февральских снегопадов коммунальным службам пришлось сбрасывать целые кучи снега. И с приходом весны настало время ремонтировать побежденные снегом и налитью водосточные трубы. А следующий фронт Петербурга-Завеснок внизу, во дворах, в одном только центральном районе на данный момент вывезено больше тысячи кубометров талого снега. Фух, один квадратный метр есть, а их здесь еще не одна сотня. На очистку от наледи одного квадратного метра двора у опытного дворника уходит две минуты. На весь двор отводится около часа. А лишь в одном центральном районе таких дворов сотни. Дворники работают в усиленном режиме, практически без выходных. Ну и какие в целом работы сейчас выполняются на двору? В первую очередь мы вывозим снег. У нас в планах за две недели зачистить все дворовые территории. А вот что становится со снегом, если его вовремя не вывезти. Это можно было наблюдать уже в конце прошлой недели. Сугробы превратились в порой непроходимые лужи. Вот так, например, еще неделю назад выглядел один из дворов по улице Демьяна Бедного. Из-за поломки трубы, ведущей в ливневку. Пока за дело не взялся простой дворник Сахиб Хаиреев. Казалось бы, замена трубы в обязанности дворника не входит. Знает, поддерживает чистоту на вверенном участке. Пусть, мол, ответственные службы с этим разбираются. Но Сахиб не стал ждать, пока не может через месяц, а может через год этим займутся. Просто взял и спас весь двор от наводнения. Турбовод, контору взял, поставил туда. И земля. Это не моя работа. Просто людям хорошо было здесь. Дети на садик ходят. Для этого я сделал. То есть для людей? Да, чтобы помогать. И вот еще одно событие, связанное с приходом весны, на которое обратили внимание все петербуржцы. Вода в реках и каналах центра города вдруг стала желтого цвета. Из-за чего наши реки стали сравнивать с вьетнамским Меконгом и китайской Хуанхэ. Она одинаково желтая, вот везде примерно одного цвета. Это означает, что тот агент, который окрашивает воду, присутствует везде. С экологом Юрием Шевчуком мы решили провести хотя бы визуальный анализ воды из фонтанки. Вода без посторонних запахов, на просвет кажется почти прозрачной. Но стоит только поставить за емкостью белый лист бумаги, как тут же проявляется желтый оттенок. Причина которого, уверяет эколог, носит вполне естественный характер. Во-первых, это мелкая фракция песка, пыль, которая не оседает на дно и которую вообще мы не видим. А во-вторых, это остатки торфяников, которые там на дне находятся. Вот эти ил, торф природный, ил, естественно, уже техногенный. Получается, это естественный цвет наших городских рек, который делает заметным только наша петербургская весна, когда роль белого листа бумаги выполняет подтаявший лед. На ситуацию влияет и песок, которым зимой посыпали улицы, и традиционная копоть, и пыль, которая за зиму скопилась прилично, особенно на городских фасадах. Вот сколько грязи может оказаться за зиму только на одном петербургском фасаде. Ну что ж, попробуем. Вот здесь у нас где-то меньше, чуть меньше квадратного метра. Сейчас мы с помощью губки, воды и капельки моющего средства попытаемся все это очистить. Посмотрим, насколько это будет легко. Ну честно, после 20 минут мытья обычными подручными средствами я никакой разницы пока не вижу. Но вот вода, ее цвет уже говорит сам за себя. Это только с одного квадратного метра. Только в центре Петербурга таких фасадов больше двух тысяч. Площадь каждого около двухсот квадратов. Чтобы отмыть все, не хватит и года. Поэтому городские фасады моют струей воды под давлением. Вот так их обрабатывали в апреле прошлого года. И так же будут мыть через месяц. Сейчас температура еще не позволяет. Для этого необходимо, чтобы температура наружного воздуха была более 5 градусов. Для того, чтобы и моющее средство работало хорошо. Ну и в принципе, в соответствии с регламентом, мойка происходит в месячнику благоустройству с апреля по май. Поскольку помогает уборка? Крытье фасадов производится не реже одного раза в год. А при необходимости происходит дополнительная мойка. Одним словом, про зиму вспоминаем все меньше и меньше. Для петербургских тепловиков это значит скорое окончание отопительного сезона. А значит появилось время для других задач. Вот, например, такие умные люки уже испытываются на теплокамерах Гуптека. Со специальными датчиками, фиксирующими отклонения крышки. Да и в целом, кажется, даже сама природа так и хочет сказать. Белезимовая. А вот главное весеннее чудо. Первые подснежники во дворе на проспекте космонатов. Неизвестно, как они здесь появились. Сами выросли или их кто-то высадил. Но самое главное, если появились подснежники, значит зима уже точно закончилась. Растения, которые украсят городские цветники и клумбы, сейчас как раз подрастают в оранжереях садово-парковых хозяйств. В этом году Петербург украсит множество видов. Декоративная капуста, душистый табак, виола, она же анютины глазки. А пока за ними бережно, как за детьми, ухаживают садовники. Это же ювелирная работа, вот так вот с корешком, да? Да, да. И вот так вот его... Отверстия делаем. Ага. Гнездышко подготавливаем. Да, управляем. Чуть-чуть помогайте себе. А, вот так вот, чуть-чуть, вот так. Эта тонкая операция называется пикировка. Каждый росток пересаживается в специальную кассету, где и будет дорастать вплоть до самой высадки. Сейчас одной только виолы в оранжереи Калининского района 160 тысяч ростков, половина из которых будет высажена уже в апреле. Они у нас проходят в закалку. Из этой оранжереи они переходят в оранжерею неотапливаемую. Планируем высадку, как всегда, мы в конце апреля, но все по погодным условиям. Если будет минус и будет снег, естественно, растения останутся в оранжереи. И это лишь начало большой генеральной уборки, чтобы встретить весну, как и положено, в чистом, ухоженном и пахнущем свежестью доме, который мы любим и в котором живем. И имя этому дому – Санкт-Петербург. Антон Цунов. Пульс города. Ну и теперь переходим к главной теме этой недели, которую сейчас обсуждают все СМИ и новостные агентства Петербурга. Итак, 5 марта в нашем городе год назад был зарегистрирован первый пациент с диагнозом коронавирусная инфекция. Вот этот редкий документ. По закону мы не можем раскрывать детали, но это та самая медицинская карта того самого стационарного больного, который 2 марта в 15 часов 50 минут и поступил в 6-е инфекционное отделение Боткинской больницы. Это был студент из Италии, который учился в медицинском институте в Петербурге. Он прилетел тогда, год назад, из Европы и стал, как говорят эпидемиологи, тем самым нулевым пациентом, после которого у нас и началась в Петербурге пандемия. Поступил он 2 марта, а 5 марта ему поставили диагноз коронавирусная инфекция. Итак, год, который изменил Петербург. А чему мы научились за этот год? Какие выводы нужно сделать и какие ошибки мы больше не повторим? Наталья Бандурина продолжит тему в своем специальном репортаже. Первые дни весны 2020. Какие новости мы тогда обсуждали? Ну вот, например, Петербург в топ-3 лучших туристических столиц. Очередной температурный рекорд. А россиянам пока что советуют проводить отпуск в стране. Коронавирус еще очень и очень далеко. Но уже буквально за считанные дни все будет стремительно меняться. Пандемия, закрытые границы и ковид-19, который среди нас всерьез и надолго. В Петербурге могут ввести пропускной режим. Всех пациентов с подозрением на коронавирус везут сюда, в Боткинскую инфекционную больницу. Если в начале недели их 26, то к концу уже 44. Все вернулись из-за границы. В Москве уже есть пациент с подтвержденным диагнозом. В Петербурге он появился с опозданием в два дня. Студент-медик из Италии Рикардо Пизотти. Медицинская карта первого пациента с ковид-19 в Петербурге. Понятно, личные данные мы не можем оглашать. Но время и дата поступления 2 марта 2020 года. 15.50. Она до сих пор хранится в архиве Боткинской больницы. Знал ли тогда доктор, который заполнял эту карту год назад? С чем ему придется столкнуться? Ему и его коллегам? И чему противостоять? Тяжелых пациентов меньше не стало. Умирать их, к сожалению, меньше не стало. Поэтому нагрузка на нас, конечно, совершенно как была, так она и остается до сегодняшнего дня. Противовирусные препараты, антиковидная плазма. В общем, их эффект оказался весьма ограниченным. Не тот, на который мы рассчитывали. Летальность остается высокой у реанимационных больных. Вы понимаете, дело в том, что мы до сих пор в шоке находимся. Потому что муж здоровый, крепкий, высокий, с чувством юмора. Вот. И потом бац, и все, и нет. 2020 год для семьи Кобылецких должен был быть счастливым. Отец семейства заканчивал ремонт в новой квартире. 10 лет назад Вячеслав Иванович из Симферополя в Петербург перевез семью, супругу и младшего сына. Все это время жилье снимали. Вот долгожданное новоселье. Но вместо веселого застолья были поминки. Ковид убил мужчину всего за 20 дней. И он просто дома. Вот дома. И не хотели верить. Понимаете? Вот мы не верили до последнего, что это ковид. 9 мая приехала скорая. Ну, уже. Они его послушали. И я говорю, вот этот самый. Давай, наверное, КТ сделаем. И вечером возвращайся. Вот так вот мы рассуждали. Что мы вечером... Уже он говорит, давай тогда бульончик мне опять делай. И все. Да. А вы знаете эти 20 дней, что он был под ИВЛ в коме? Я на улицу не выходила. Не выходила. Потому что я знала, что он сейчас вот вдруг придет в себя, и я не услышу звонка. Ну. Да. И 8 июня у Славика остановилось сердце. Вот и все. А дальше у мое остановилось. Проститься толком не дали. Нельзя. Хоронили в закрытом гробу. На специально отведенном участке кладбища для погибших от ковида под Петербургом. Не давали ничего. Не прощаться, ничего. И ехали мы за 100 метров от них. То есть на отдельных машинах. И нас 4 человека было. То есть я, двое детей моих и его брат. Мы все это выдержали, понимаете? Это что он заслуживал? За год от ковид-19 в Петербурге погибли 11 274 человека. Это численность отдельно взятого населенного пункта. С болезнью сражалось почти 372 тысячи человек. Большая часть инфицированных с ней справилась. Это 310 751 человек. Считается, что если пациент попал на ИВЛ, искусственную вентиляцию легких, то шансов у него практически нет. Если так, то Ирину Владимировну врачи вернули с того света. 13 дней она пролежала в коме на грани жизни и смерти. Но кто-то постоянно будто держал ее за руку и не давал уйти. Как бы не с того, чтобы приходит сознание, а я начинаю видеть какой-то мир. Было ощущение какой-то надвигающейся опасности. Однажды вдруг я почувствовала на своем лице такие ласковые прохладные ручки, которые меня вот так вот салфеточкой влажной погладили. И сказали, Ирина Владимировна, вы в больнице, мы вас лечим, все хорошо. Свой самостоятельный первый сделанный вдох она уже не забудет никогда. Это был ее второй день рождения. Слезы-то как катятся, катятся. Дали мне бутылку с водой. Я ничего вкуснее не пила. Я до сих пор пью простую воду. Она была первой пациенткой в Петербурге, которая выжила после ИВЛ. Вот так она выглядела в день своей выписки. Осунувшаяся, изможденная. А вот так сейчас продолжает заниматься своими любимыми восточными танцами. И все это и правда какое-то чудо. И подтверждение того, насколько вирус непредсказуем. Ежедневно чудо происходит здесь, на отделении акушерства. Врачам приходится спасать не одну, а сразу две жизни. При том, что большинство препаратов беременным противопоказаны. А ухудшение состояния может произойти стремительно. Несмотря на это все, здесь за этот ковидный год родились 700 детей. Это приятно очень, это радостно. На самом деле, конечно же. Когда женщина узнает о том, что у нее родился ребенок через неделю после того, как он родился. Потому что она была на искусственной вентиляции эту неделю. Там много таких вещей, с которыми лично я раньше не встречался. А тут, в общем-то, это приятно. Перенести ковид – это не просто выписаться. Многие заново учатся ходить, дышать. Коронавирус нарушает работу центральной нервной системы. В специальных реабилитационных центрах, в прямом смысле слова, людей ставят на ноги. А в барокамерах насыщают организм кислородом. Подобно больному, перенесшему коронавирус, восстанавливается и Петербург. Ограничения больно ударили по бизнесу и туризму. Это был год, когда вся жизнь города зависела от статистики заболеваемости. Мы привыкли все делать онлайн, при этом не потеряв главного – чувство локтя. Мы уже готовы ко всему, в принципе. То есть, действительно, у нас несколько различных задач было связано с карантином. Мы их решили, мы имеем кейсы, как выпутываться из разных ситуаций. Но это было интересное время, на самом деле. Это был настоящий шторм, в котором, устояв в первую волну, готовились ко второй. Вот так, в самый разгар пандемии, врачи Боткинской больницы говорили о том, что они сделают, когда все закончится. Прошел год, о полной победе говорить еще рано. Но за плечами уже не одно – выигранное сражение. Отдохнуть, может быть, поехать на рыбалку. Я пойду и выпью чашку кофе с вкусным пирожным в кафе. Однозначно я выйду в отпуск. Я привела свою любимую маму, как только она привелась первой, как только разрешили вакцину для лиц старшего возраста. И мы пошли с ней пить кофе. Пока не удалось официально отдохнуть, да, но вот собираюсь отдохнуть в ближайшее время. Наверное, что-то получится. Полноценного отдыха за все это время ни у кого не получается. Из работающего вольничества, насколько я понимаю. Поэтому мы будем надеяться все же, что рано или поздно это закончится. Можно говорить о том, что заболеваемость и госпитализация снижена, вышла на некая плата, да, и вот на этом плате сейчас существует. Но сейчас основная задача для изучения – это вот отдаленные последствия. То есть что происходит с человеком после того, как он поправился, как он будет восстанавливать, как у него будут, скажем, приходить в норму легкие и так далее, и так далее. Вот это очень самое, на сегодняшний день самое главное, самое интересное. Это был год единения и терпения, потерь и нового опыта, страха и преодоления. Пандемия меняла привычный уклад жизни и расширяла словарный запас. Мы протягивали руку помощи, нам помогали. Все самые лучшие и худшие качества в нас обострялись. Но главное – мы стали ценить жизнь и тех, от кого она зависит. Наталья Бандурина, Пульс, Города. Полетели дальше. Историческая дата. Михаилу Горбачеву, первому и последнему президенту СССР, на этой неделе исполнилось 90 лет. Горбачев – одна из самых противоречивых фигур истории современной России. Одни им восхищаются, преклоняются, превозносят, другие ругают, проклинают, клемят. Мы не будем вмешиваться в эти споры, мы не историки, мы летописцы, мы не анализируем, мы свидетельствуем. Поэтому в связи с этой датой мы хотим лишь вспомнить в буквальном смысле переломный визит Горбачева в Ленинград. Это был 1985 год. Он был переломный не только потому, что в ходе этого визита в Ленинград прозвучали первые тогда популистские заявления, типа «всем надо перестраиваться от рабочего до министра, надо быть ближе к народу и прочее», но и потому, что по форме, по атмосфере и, как говорят телевизионщики, по жанру, это было нечто вообще не укладывающееся в привычное понятие советской эпохи визит официального лица. Тогда впервые руководитель советского государства был рядом с народом в буквальном смысле на расстоянии вытянутой руки. И оператор-постановщик нашей программы «Пульс города» Владимир Гречишкин тогда был одним из тех ленинградских телевизионщиков, на долю которых и выпала эта миссия съемки этого исторического визита генерального секретаря. Он стоял за рогами, то есть за ручками управления камерой, и видел все своими глазами в экран видоискателя. Вот давайте и послушаем его свидетельство. Ох, давно это было! Я стоял вот на этом самом месте. Ленин стоял, ну, в принципе, Ленин стоял там, где и стоит сейчас. И мы ждали, мы ждали, когда приедет Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь, чтобы возложить венок. Но прежде, когда мы ехали сюда на эту съемку, я заметил, что на пустынном московском проспекте стояли ларечки стеклянные, где продавали овощи и фрукты. Они были доверху забиты оранжевыми апельсинами. Это сейчас апельсинов где угодно можно купить, а тогда это был страшный дефицит. Продавцов в ларьках не было. Михаил Сергеевич Горбачев возложил цветы к памятнику Владимиру Ильичу Ленину на Московской площади. И когда все уже буквально закончилось, мы сняли это все в две камеры. И я смотрю, что Михаил Сергеевич вместо того, чтобы в авто идти, он топ-топ, 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 и сюда приходит. А здесь стоял народ, который пришел полюбоваться на генерального секретаря. Разговор касался мероприятий партии по повышению благосостояния советских людей. И в течение 20 минут Михаил Сергеевич общался с народом, отвечал на вопросы. Трудящиеся жители города единодушно одобряли внутреннюю и внешнюю политику КПСС и советского государства. Следующая основка была площадь Восстания, и когда он туда приехал, и тут же опять его обступил народ. Ну и продолжим историческую тему, но уже в современном контексте. Дело в том, что из петербургских дворов могут исчезнуть приметы детских площадок эпохи Ленинграда. Вот помните знаменитые ракета, горка-слоник, качель-солнышко, грибочки-песочницы? Эту тему обсуждали в среду депутаты законодательного собрания во время так называемого Часа муниципальных образований. Во время этого заседания городской парламент и заслушал председателя Комитета территориального развития Андрея Чапурова и председателя Совета муниципальных образований Петербурга, Всеволода Беликова. По их словам, в городе сейчас около 300 бесхозных детских площадок. То есть у них нет, говоря канцелярским языком, баланса содержателя. Поэтому депутат Беликов призывает, цитата, избавиться от этих объектов. И на их месте возвести новые современные спортивные площадки. Ну а куда же девать старые добрые площадки, которые по сути являются не просто отголосками советской эпохи, но и символом детства для многих из нас. Итак, дворы нашего детства. А кто нарисовал чертеж знаменитой ракеты и горки-слоника? И что теперь осталось от типовых архитектурных форм ленинградских дворов? Репортаж Ивана Уварова. Бетонная черепаха, слон-горка и верблюд. Вот, пожалуй, типичный набор на ленинградской детской площадке. Мадемуазель, пройдемся. Это в Англии говорят, мой дом, моя крепость. Ну а в Петербурге точно можно сказать, мой двор – это мой мир. Высотой с двухэтажный дом, железобетонная репка из русской народной сказки – не просто символ этого двора на улице кораблестроителей. Для местных это неотъемлемая часть жизни. Вот сейчас даже посмотрю, мне становится страшно, что я могла с этой репки скатиться. Это Валентина Ивановна, во дворе ее знает каждый, а она все про каждого расскажет. Но сегодня только про репку, под которой, кажется, было все – от первого поцелуя до встречи Нового года. И Деды Морозы были, и Снегурочки были, и под гармошку мы плясали, и песни мы пели. И с этой репки мы катались так, что приходили, брюки стояли колом. Это здесь была прямо в ней дыра, и изначально мы спали, все-таки спасли ее, дыру заделали. А все остальное Даниил сам подлатал и покрасил. Теперь каждое последнее воскресенье весны он вместе с семьей и друзьями восстанавливает сохранившиеся с советских времен детские площадки Петербурга. Одним словом – пионер. 1982 год. Во дворе Ленинградской новостройки появляется необычный, как бы сейчас сказали, арт-объект. Скажешь раз, и все начнется. Разольется, разорвется, разолкнется, разобьется, разбоится, разойдется. Автор – художник-самоучка Владимир Трубаков. Вот он на фотографии. Он мечтал о карьере большого художника, но, чтобы прокормить себя, подрабатывал в ЖЭКе. По своей, в общем, инициативе он стал строить всякие необычные детские площадки. Сначала на Васильевском острове. Вот есть эта репка на восьмой линии. Не так далеко отсюда есть еще трехголовый дракон, змей Горыныч. Дракон на Васильевском и десятки других таких нетипичных для советских дворов детских площадок появятся в Ленинграде тоже благодаря Трубакову. Такого в те времена не было ни в одном городе страны. Для ленинградских мальчишек и девчонок это была настоящая сказка, которую современному поколению не понять. Это Варвара. Ей всего полтора года. Конечно, по сравнению с ленинградскими детьми она растет не просто в другом городе, в другой стране. Удивительно, но то, что нам, молодым родителям, сегодня кажется неинтересным и даже пугающим ребенка, даже у такой крохи вызывает настоящий интерес. Даже больший, чем современные площадки. Понравилось? Да. Первые детские площадки в Европе, а затем и в России в конце 19 века создавали на деньги благотворителей для того, чтобы дети из бедных семей были хоть чем-то заняты. Так хотели снизить риск беспризорности и детской преступности. Первая площадка в России, кстати, появилась в Петербурге в 1894 году. В каком именно месте, правда, неизвестно. Изначально детская площадка предполагала, что там есть даже не столько, сколько это устройств для игры, сколько это место, где дети могут безопасно играть, где есть какой-то взрослый, который за ним присматривает, который учит их играм и общаться друг с другом. В более-менее привычном для нас свете детские площадки стали строить уже после войны. А с появлением микрорайонов неотъемлемой частью панелек стали горки-слоники, песочницы-грибочки, качели-солнышки и ракеты. Гагарин сказал, поехали. Все мальчишки в одночасье захотели стать космонавтами. И практически в каждом ленинградском дворе появились вот такие железные ракеты. Это, кстати, единственная сохранившаяся в Петербурге. Отыскали мы ее уже ближе к ночи, ну и скатиться с нее уже невозможно. С историком советской архитектуры Дмитрием Гусаровым мы специально приехали в этот двор. Но, по иронии судьбы, вместо старой, типичной советской площадки мы оказались на типичной современной. По современным меркам неудобные, небезопасные железные ракеты-горки на радость партии оказались так популярны у советских детей, что их производство стало массовым. В каждом крупном городе страны в специализированных НИИ создавались целые отделы по их разработке. Идеология. В Ленинграде в 60-х этим занимался тогда главный художник города Александр Алымов. Вот его эскиз. Чем она отличается от тех, что были посадки? В чем ее главное отличие? Принципиально ничем. Может быть, немножко пропорциями самой конусовидности. Наличием крыла вот этого, да? То есть у ленинградских ракет было крыло? Да. Это так. Поехали! Гуляя по современному Петербургу, найти даже осколки ленинградского детства оказалось сложно. Это действительно не уходящая, а уже ушедшая натура. Признаться честно, горку слоника и верблюда нам снять так и не удалось. Последние в своем роде, они бесследно исчезли из удельного парка. А начало сюжета – это всего лишь магия телевидения. Вот, пожалуй, типичный набор на ленинградской детской площадке. Я поехал. Все эти драконы, репки, ракеты и так далее современному поколению, наверное, кажутся ржавым, порой уродливым пережитком прошлого. Но скатившись с этой небезопасной даже для взрослого горки или посидев в этой неудобной и холодной ракете, понимаешь, Ленинградский двор – это был действительно отдельный мир. Добрый, настоящий и, несмотря на разницу лет, все же такой родной. И осколки этого мира мы еще можем сохранить для того, чтобы уже наши дети однажды с гордостью произнесли «Мой двор – это мой мир». Иван Уваров. Пульс города. Балетель дальше. Город начинает изживать после шока пандемии, который мы переживали в течение целого года. И одна из примет этого – решение о том, что этим летом на Берегане Ивы вновь вернется Петербургский международный экономический форум. Вот заявление по этому поводу губернатора Александра Беглова. Цитирую по сайту. По сайту администрации города. Петербург очень ждал решения о возобновлении Петербургского экономического форума после годового перерыва. Для нашего города это знаковое событие – возможность представить свой потенциал и снова стать местом встречи лидеров мирового бизнеса и политики, ведущих экономистов и авторитетных экспертов. Петербург готов организовать мероприятия в форуме как в очном, так и в дистанционном формате. «Мы сделаем все, чтобы обеспечить проведение форума на самом высоком уровне с соблюдением всех мер безопасности. Уверен, что форум даст мощный импульс для мировой и деловой активности и позволит найти новые пути развития экономики в период постпандемии». Конец цитаты Александра Беглова. И надо добавить к этой информации еще и заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который подтвердил, что Владимир Путин обязательно примет участие в работе форума, который запланировал на июнь. Но формат участия главы государства пока не определен. Это станет известно чуть позже. Ну и следующая страница нашего телевизионного журнала. Новости за неделю, точнее за 100 секунд. Одну секунду сохраняем для будущего. А в рамках оставшихся 99 секунд мы расскажем, чем жил город эти дни и почувствуем его пульс. 99 ударов. Матар! В Приморском районе закончился этап строительства новой школы на улице Оптиков. И сейчас здесь ведутся отделочные работы. Эту школу ждали долго. Причина – Гостроенадзор выявил ошибки в проектной документации. И пришлось, по сути, заново делать этот проект. Но все проблемы решены, и в сентябре она откроет двери для первых учеников. В доме Набокова на Большой Морской продолжается реставрация. Уже потрачено 183 миллиона рублей. В ходе этой реставрации должны быть максимально сохранены все исторические интерьеры этого дома, которые знает весь литературный мир по романам Набокова. Например, на парадной лестнице мраморные стены будут очищены от слоев краски советских времен. По окончании капитального ремонта и реставрации здесь разместится детская школа искусств. Телеканал «Санкт-Петербург» вышел на эфирные просторы общественного телевидения России. Теперь ежедневно с 5 до 7 вечера зрители ОТР могут увидеть программы нашего телеканала. В основном это будут проекты об истории города и жизни современного Петербурга. Например, программа «Пульс города». Хорошая новость, ведь творческая экспансия бренда «Санкт-Петербург» в медиапространстве России – это всегда актуально и интересно для наших зрителей. И не только петербургских. В ленинградском зоопарке раскрыли, по сути, целое преступление, связанное с кражей чужого имущества. Точнее, чужой еды. Оказалось, что буроголовый тамарин по ночам ворует еду у своего соседа, американского грызуна Агутти. Но сотрудники зоопарка отметили в целях восстановления справедливости, что тамурин и сам тоже часто становится жертвой грабителей из соседних клеток. Заявление о возбуждении дела решили не подавать. Проблему с воровством решат мирно, что называется, в узком кругу, по домашнему. Ну а теперь тема, которую мы обозначили так. Город уходит в море. Дело в том, что на этой неделе и до 28 марта включительно в интернете начались общественные обсуждения, связанные с проектом намыва территории Васильевского острова. С результатами экологической экспертизы можно ознакомиться на сайте администрации Санкт-Петербурга, govspb.ru, и на страничке Комитета по природопользованию. Также можно заполнить опросные листы, в которых можно изложить замечания, предложения по этому проекту через сервис «Электронная приемная». Тоже на официальном сайте администрации Петербурга. Намыв предполагается в западной части Васильевского острова, северный ковша Смоленки и, соответственно, западной трассы ЗСД. Площадь объекта почти 163 гектара. Но как реализовать этот проект, чтобы не допустить прошлых ошибок? Напомню, что раньше девелоперы очень ловко использовали несовершенство законодательства и работали по принципу «быстрее построить, быстрее продать, быстрее деньги забрать». А потом, что называется, хоть трава не расти. Точнее, ни травы, ни детских садов, ни выездных дорог, ни поликлиник, ни школ. Сейчас ситуация изменилась. Благодаря инициативе губернатора Александра Беглова, при поддержке законодательного собрания удалось добиться, чтобы застройщики все-таки несли эту социальную нагрузку. И это нужно строжайшим образом контролировать, чтобы не повторять прошлых ошибок. А что это за ошибки и как их не повторить? Об этом в репортаже Кирилла Родиона. Северо-западная конечность Васильевского острова в скором времени поменяет свои очертания. К 26-му году на месте воды появится 162 гектара намывного грунта. Развитие Петербурга таким путем, безусловно, хорошая альтернатива уплотнительной застройке. Но при каких условиях будет хорошо и городу, и тем, кто здесь будет жить? Намывать территорию планируют в два этапа. Сначала отсыпят ограждающие дамбы, укрепят откосы и береговую линию. После намоют песок. По проекту львиную часть территории займет зона среднеэтажного и высокоэтажного строительства. Высота зданий будет варьироваться от 30 до 75 метров. Соответственно, жилье на первой линии в этой части морской набережной перестанет быть видовым. Ольга Галкина с рождения до недавнего времени жила в доме 16 по улице Кораблестроителей. Пришлось переехать в 30-й. Причина – выросший квартал на намывной территории. Ища свит из окна на залив, постоянный шум от забиваемых свай и песок. Шутит – от одного намыва приехала на второй. Тот вид, ради которого и купила эту квартиру, сейчас вот такой, останет. Ольга уверена, Васильевскому острову нужна не дополнительная застройка, а хорошие зоны отдыха. Нам пообещали парк на Смоленке, нам пообещали сквер имени Володина, который находится здесь. В проекте есть линейный парк вдоль западного скоростного диаметра. И, конечно, само собой напрашивайте, чтобы здесь была рекреационная зона с выходом к воде. Для Петербурга, города, который стоит на воде, идея намывных территорий возникла еще в конце XIX века. На насыпной части стрелки Васильевского острова между Зимним дворцом и Петропавловской крепостью должно было возникнуть монументальное здание концертного зала, увенчанное объемной короной. Проект не был реализован, так как здание сочли диссонирующим с окружающей застройкой. К планам Панамево территории вернулись уже в советское время. Для сравнения, на карте 1947 года Васильевский остров заканчивался за Смоленским кладбищем и переулком Декабристов. Спустя 30 лет вырастает насыпная территория и появляется улица Кораблестроителей. В 88-м морская набережная. Именно здесь, у дома по морской набережной 15, снимали сцену нападения киллера на главного героя первой части брата. В 97-м году за спиной у Сергея Бодрова был пустырь и воды Финского залива. Спустя 24 года на заднем плане мост ЗСД и дома нового жилого комплекса. Реализация проекта «Морской фасад» в западной части Васильевского острова началась в 2007-м году. Активная фаза строительства жилья в 2017-м. Всего должны ввести в строй 6 жилых комплексов площадью в 500 тысяч квадратных метров. Правда, развитие инфраструктуры не поспевает за желанием застройщиков поскорее отбить инвестиции. Заехать в квартал на машине можно лишь по одной дороге. Выехать утром и попасть обратно домой вечером – задача непростая. Это наследие старой градостроительной политики, когда социальное обременение для девелоперов не было закреплено на законодательном уровне. Сейчас ситуация в корне поменялась, но дефицит поликлиник, детских садов и школ в этой части остается. Тем не менее, покупателей привлекает низкая цена квадратного метра в престижном районе. Люди готовы покупать жилье на намывных территориях и мириться с кучей недостатков, которые будут мешать жить еще несколько лет. Пока это находится в пределах их экономической доступности. Пока это жилье или сопоставимо по цене со спальными районами, обжитыми, или существенно дешевле. То есть там бизнес-класс будет по цене комфорт-класса в спальнике. Пожив на набывной территории, многие разочаровались. Ирина Баханович вспоминает, купила квартиру в «Романтике» по улице Вадима Шефнера, А10. Она получила название в честь петербургского поэта, который воспевал красоты «Васильевского острова». С Ириной беседуем, прогуливаясь по газону вдоль полутоннеля ЗСД. Прожила я здесь всего год, с того момента, как мы получили квартиру. Честно скажу, что, конечно, отсутствие дорог и социальная инфраструктура, она играет очень большую роль. И я поняла, что я не могу каждый вечер возвращаться домой, стоять в этих безумных пробках, искать, куда припарковать машину. Чтобы избежать в дальнейшем повторения таких историй, правительство города приняло принципиальное решение. Еще на этапе согласования проектов жилой застройки обязательно учитывать размещение объектов социальной инфраструктуры. Компания, которая будет намывать территорию в северо-западной части Васильевского острова, объявила о начале общественных слушаний. Это единственный вообще, в принципе, подход, когда встречаются интересы бизнеса, интересы муниципальных управленцев. Интересы горожан и всем им помогают эксперты. Это способ как-то горожанам заявить о праве на городскую среду, о том, что они тоже являются полноценными участниками формирования вот этих вот новых территорий. Любой желающий может ознакомиться с проектом. Он есть в открытом доступе на сайте правительства. Опросный лист небольшой, но содержит один очень важный пункт. Предложения и комментарии к вынесенной на обсуждение документации. Наша активная гражданская позиция может уже сейчас изменить ход работ и в конечном счете вид фасадной части Петербурга. Многие инвесторы считают этот проект перспективным. Другие сомневаются в его целесообразности. Местные жители могут не участвовать в этих спорах, но у них есть право высказать свою точку зрения и принять участие в общественных слушаниях. Это позволит не допустить повторения ошибок прошлого, связанных с освоением этого уголка Петербурга. Кирилл Родион, Пульс города. 10 марта исполняется 95 лет композитору, которого называют Моцартом музыкального искусства советского кинематографа. Имя его Александр Зацепин. Он написал песни и мелодии к 120 фильмам и мультфильмам. Песня про зайцев из бриллиантовой руки. Есть только миг из земли Санникова. Музыка из кинофильма «Иван Васильевич имеет профессию». Вот чтобы все перечислить, всей нашей программы не хватит. Но почти каждая из этих мелодий – это шедевр. Александр Сергеевич сейчас находится в Москве. Очень часто бывает в Европе, где у него живет дочка. И на этой неделе мы его смогли, говоря на сленге продюсеров, отловить только по телефону. Вот его комментарий накануне юбилея. Петербург я очень люблю. Его архитектуру, его город, его людей, которые очень интеллигентные и культурные. Вот это отличает Петербург, конечно. Я сюда, когда приезжаю, мне как-то очень везет. Сюда солнечные дни. И я говорю, какие, где у вас туманы? Где у вас голод? А ну вот, как у него выезжает, и сюда вот такая погода. Так что вот я даже это и не видел. Какой плохой погоды в Петербурге. Вот так и все люди какие-то очень приятные, милые, очень интеллигентные. Вот это замечательно. Но некоторое время назад мы писали Александра Сергеевича Зацепина у нас, в Петербурге. Он здесь готовил музыку для детского мюзикла. И вот, пользуясь случаем 95 лет великому Зацепину, мы предлагаем вашему вниманию фрагменты из этого интервью. Александр Сергеевич, большое спасибо, что согласились дать нам интервью. Благодарен своей журналистской судьбе, что у меня есть возможность пообщаться с вами. Я ваш огромный поклонник, поклонник вашего таланта. Спасибо. Когда вы начинаете работу над новым фильмом, над новой песней, вот как этот процесс происходит? Все по-разному бывает. Красная палатка, вот у меня там была такая тема. И так далее. Я просто, мы когда сценарий дали, я почитал этот сер, холод. Я помню, я пошел, на диван так лег, читал сценарий, так прикрылся. И у меня вот возникла там прям тема вот эта. Песня, например, Никулин пела «А нам все равно», «А нам все равно», да? Она была в сценарии написана. Песня простого советского человека. Это вот я сразу сочинил. Это выкал, да, да. А припева не было. Не было. А вот припев был такой, такой, что-то мне не нравилось. Какой был припев? Не помню. Не помните, да? Три-четыре, наверное, варианта каких-то. Потом Гайдаю приходил, играл, я говорю, что-то вот не очень. Он говорит, да, что-то не очень такое. Утром к нему тоже торопился, ехал, но ничего, к Волу пока не приходит. Ну и брит появляется. Брит появляется мне. Я побежал. А, ну, все равно. И побежал к нему. То есть вот как оно приходит. Вот я даже специально... Помните, да? Да, 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 да. То есть... День себя про зайцев. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы, волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. Почему вот эта мелодия нашла отклик в миллионах сердец? Почему? Ну, может быть, своей простотой. Человечности такой. Да, что же это. Не боимся мы, волка и дра. Ну, просто там пам-па-па-па. Это, мне кажется, это гимн человека, маленького человека, который противостоит всем этим огромным трудностям в этой системе. Это огромное... Да? Скорее всего, так. Может быть. Может быть, а может быть. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрее и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, всем напасти нам будут трын-трава. Помните фильм «Земля Санникова» «Есть только мир»? Да, да, да. Мне кажется, очень глубокая с точки зрения философских смыслов песня. Ну, давайте напомним вот эту мелодию. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. А газета «Труд» в 83-м году написала, что эта песня для нытиков, для слабаков, она абсолютно не нужна. Вот как вы это восприняли, насколько вы с этим согласны? Критиковали в основном вот всегда Лёня Дербенёва, автора. Он был не член Союза писателей, и это очень было важно. Ага. Не наш. Не наш. Не наш. Вот, например, о «Кавказской пленнице», песенка «Медведик», да? Значит, так писал критик. А знает ли автор, что земной-то осей ведь нет, и медведи её крутить не могут, и её нет. Ну, как вот можно такое писать? Труд со спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трудся обоих медведей, вертится земля. Вы можете продолжить после меня следующую фразу? Я, Александр Зацепин, каждый день встаю, иду, падаю, поднимаюсь, допуская ошибки, опять рвусь к новым высотам ради того, чтобы... Что? Чтобы получить удовлетворение от жизни. Ну, я не знаю. Жизнь – это движение, жизнь – это музыка, жизнь – это творчество. Спасибо вам большое, Александр Сергеевич, за это интересное и увлекательное интервью. Ну, и в заключение ещё немного музыки. Наша рубрика «Кино и песни Ленинграда», её мы посвящаем Международному Дню Кошек. Вся прогрессивная общественность отмечает этот день 1 марта. Петербург, кстати, очень кошачий город, и по официальной статистике у нас кошек в городе живёт гораздо больше, чем собак. И больше даже, чем в Москве. Поэтому давайте поздравим нас с этим праздником – День Кошек. Потому что это в какой-то степени и петербургский день. Жители одного из самых кошачьих городов в мире. Не верите? Ну, смотрите сами. День Кошкин, петербургский день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юрий Зинчук, всем доброго и хороших новостей!